Кто-то настоящий Лондон? Я использую хангель-кабель. Я студент. Да, я студент. Программа Lingophone. Мы сейчас поговорили о том, что скоро приближаются выходные, поэтому все мы счастливы и довольны жизнью. А у меня для вас небольшой сюрприз-привет из Нью-Йорка. Наши друзья, американо-говорящие по-английски, передают вам большой привет и рассказывают о том, как они провели свои предыдущие выходные и приветствуют всех наших радиослушателей через свое обращение. Давайте тогда послушаем. Let's listen to it. Надеюсь, что мы сразу поймем без перевода все. Over here in New York, we are having a rainy morning, unfortunately. It's not as beautiful as it was yesterday, but yesterday I and a few of my friends went to a Japanese restaurant. It's actually buffet style. So what it means is you pay one price and you get to eat whatever you want, as much as you want. And it was really, really good. Так и о чем же говорил наш нью-йоркский друг? Я поняла, что в Нью-Йорке не удалось утро. Да, у них идет дождь. И утро не так прекрасно, как было вчера. И он рассказал нам о своих прошедших выходных. Что уже они там делали? Они с друзьями побывали в ресторане, где так называемый buffet style, buffet restaurant. А, это было буфет? Буфет. Где они могут по определенной цене, которую они заплатили, кушать сколько хотят и как долго. То есть это вот как шведский стол у нас, да? Буфет и стайл. Интересно. А они за рубежом, именно эта формулировка используется? Буфет и стайл. Допустим, когда ты там выбираешь какой-то отель, чтобы поехать, надо искать буфет и стайл. Я думаю, что это их разговорный вариант. Это немаловажно, кстати, если вдруг друзья из Нью-Йорка вас пригласят в какое-нибудь заведение буфет и стайл. Имейте в виду, что есть придется много. И долго. Либо мало, но за те же самые деньги. Так, ладно, это были прошедшие выходные. А если мы, например, хотим рассказать о выходных, которые только будут, то есть о том, что мы планируем. Здесь вот мы с грамматической точки зрения какое время будем использовать? Лучше использовать Present Continuous, так называемое настоящее длительное время. Но оно здесь будет не основную свою функцию показывать, а именно функцию планов, ближайших планов на ближайшее будущее. А так обычно Continuous нам знаком, вот как по тому, что мы делаем в данный момент, да? Посмотрите, за окном идет снег, вот это будет Look, it is snowing outside, к примеру, да? То есть вот это будет время, когда что-то происходит здесь и сейчас. We are speaking now. We are discussing Present Continuous now. А какой-то русский аналог есть для того, чтобы сравнить именно это время с какими-то формулировками нашими? Глаголы несовершенного вида. Я что делаю? Читаю книгу целый вечер. I am reading a book. То есть еще какой-то все равно идентификатор времени должен быть? Обязательно, желательно, конечно, да. То есть в учебном процессе, конечно, мы объясняем школьникам, студентам, что словечки listen, как призыв, look outside, посмотри наружу, слова at the moment, now, это все показатели времени Present Continuous. То есть там, например, Оля, what are you doing now? Это будет Present Continuous, и Ольга отвечает. А мы его используем, но еще не научились. А, да, ну потому что мы умеете говорить, потому что какой-то знает английский язык. А сейчас научатся и все остальные. То есть как у нас образуется Continuous? Present Continuous образуется следующим образом. Мы берем с вами вспомогательные глаголы am, is или are. Это для первого лица, для второго и для третьего. am для I, is для всего единственного, he, she, is. И are для всего множественного. We, they, you, are. И далее мы добавляем с вами глагол с инговым суффиксом, так называемая ing form. ing, опять наш любимый звук. Да. Там самое главное, по-русски-то это ing, инговое окончание, инговый суффикс, мы так с вами привыкли говорить. Но звучать это будет очень аккуратно, мы произносим в нос. Мы с вами как-то об этом уже с вами разговаривали. Получается ing, например, sitting. I am sitting on the chair now. Ольга is sitting opposite me. Ну, как сложно. I am sitting opposite you. Yes, right. А, кстати, часто приходится слышать подобные формы. Sitting, getting, там уже t превращается в r. Getting, sitting. Ну, это уже сленг пошел, это разговорный такой вариант, когда съедаются фразы, и действительно, когда говоришь быстро, t, оно как-то там во рту формируется и меняется на r, вот этот вот, на звук. Ну, нужно быть готовым, что если вы вдруг что-то подобное getting слышали, то, скорее всего, это getting. Однозначно. А кто этим пользуется, Великобритания или это американский вариант? Нет, это американский вариант. В Великобритании так не будут говорить? Не будут. А вот в других европейских странах, где общаются на английском, но не носители. Они такие же изучающие английский язык, и у них там свои акценты, свои какие-то призвуки есть. Но так вольно с языком и вот так свободно менять формы начали именно американцы позволять себе, вы знаете, если на письме там какие-то сокращения, you too, да, то есть они в СМС, то есть они свободно совершенно так могут написать в разговорном общении там с друзьями, например, или с теми, кого хорошо знают. Но британцы, они всё-таки чуточку бережнее относятся к языку, и, возможно, где-то в сленге проскользнёт среди подростков какая-то такая форма, но вряд ли оно будет звучать очень часто. А теперь тогда вот о континиусе, как о времени, когда мы планируем что-то. Соответственно, получается, мы можем сказать, в субботу я пойду в кафе. I'm going to the cafe on Saturday. I'm going to the cinema this Sunday, например, да? То есть в это воскресенье я собираюсь... Оля, what are you going to do this Sunday or Saturday? This Saturday I'm going to go shopping. Кстати, форма I'm going to, да, она частично present continuous, конечно, но имеет чёткую формулировку. Она будет обозначать собираться что-то сделать. I'm going shopping. Я собираюсь пойти по магазинам. А, то есть я тут уже какую-то новую конструкцию... Ну, я, честно говоря, этой же конструкции задала вопрос, поэтому вы её правильно ответили. I'm going to go. Это не будет масло масляное? Нет, это всё правильно. I'm going to go. I'm going to stay at home. I'm going to visit my grandma, например. Всё правильно. Будет только перевод немножечко другой. Ага, я сейчас вот хотела сказать, что мы с Олей пойдём в кино и подумала, а как корректно говорить Оля и я или я и Оля? А вот мы сейчас и проверим, кто к кому относится. Сначала с кем идём, потом с себя. Например, my family and I, Olga and I. То есть Ольга and I are going to visit cinema this weekend. Right. That sounds good. А если мы хотим задать вопрос, что ты собираешься делать или что ты делаешь на ближайшие выходные? По сути, одно и то же. Синонимичные фразы, да? Как зададим вопрос? Через what? What are you doing this weekend? What are you doing this weekend? What are you going to do this weekend? Это будет звучать совершенно корректно. И вы можете свободно спрашивать своих друзей, близких, знакомых, родных о том, что они планируют на эти выходные. То есть to be going to – это прямо широко используется. Собираться что-то делать, да. Да, очень хорошая фраза, она как шаблон очень хороша. То есть мы знаем вот это to be, going to. Что такое to be? Как мы в речи будем собираться что-то сделать? Сама фраза звучит, да? Я есть собирающаяся. Но как мы вот этот глагол to be, всё верно, как мы глагол to be будем трансформировать? Напомните ещё раз, скажите мне. I am, I am going to do something, you are going to do something, and she is going to do something. И множественное число. We are going to do, and they are going to do. Например, мы собираемся отдохнуть в выходные. Фраза отдохнуть. To have rest. To have rest. We are going to have rest this weekend. А если, например, мы собираемся поехать за город, поехать за город, go to the country. We are going to go to the country this weekend. А можно ещё момент вот в слове weekend? Это двойное ударение или куда-то на один слог оно падает? Первое ударение будет week на week, будет основное ударение, and полуударный слог weekend. Weekend. Но мы не можем съесть с вами это окончание, потому что вообще составное слово, состоящее из двух других существительных, поэтому, конечно же, мы основное ударение сделаем на первый слог и чуточку ударим второе слово. А я думаю, наверное, у слушателей, кто хоть сколько изучал язык в школе, уже, наверное, возник этот вопрос. А, собственно, почему мы не можем использовать здесь будущее время? Простое будущее, то есть то, что present future. Present future обозначает констатация фактов в будущем. Мы можем использовать. Я могу сказать, что I will go to the cinema tomorrow, например. Или какое-нибудь число, например, да? То есть, например, 15 апреля. On the 15th of April. Мы идём на премьеру в драматеатр. Ольга and I... А нет, will. А shall, кстати, или will? Shall — это уже устаревающая форма. Устаревающая форма, наконец, shall устаревает. Да-да-да. И в школах-то уже везде will используют. То есть мы всегда... Вот я помню, мы всегда брали эту разницу I shall или we shall со всеми остальными местоимениями will. Но сейчас уже всё. I will... То есть учить нужно гораздо меньше. Ну, на одно слово буквально. Так, значит, будет Ольга and I will go to the theater on the 15th of April. Смотрите, это констатация факта. Это я не собираюсь что-то сделать и спланировала там, да, свой выходной или 15 апреля. Я говорю фактом. Это просто будет. 15 апреля я иду в театр. Так что не звоните мне вечером. Да, но если вы, например, обсуждаете между собой, а не пойти ли нам 15 апреля в театр, что там какая-то приезжает, например, труп столичная, и вы говорите таким образом. We are going to the theater on the 15th of April. Это будет обозначать ваше намерение, ваш план на будущее. Ну, то есть можно сказать, что continuous всё равно в таких ситуациях используется гораздо чаще. Да, он более разговорный. Что называется, чтобы сойти за своего, он просто... Он нам заменит, наверное, будущее время в любом случае. То есть ему всё, что угодно про свои планы, и даже если они точно сбудутся, мы этим present continuous сможем сказать. Смело можно говорить. А вообще можно просто выучить вот эту форму I'm going и все её вариации. Да, собираться что-то делать. И дальше работать в обычном простом времени. Всё верно. Ну, давайте усложним себе задачу и всё-таки потрансформируем что-нибудь в этот present continuous с глаголами. Например, сегодня вечером мы с друзьями идём в ресторан. И давайте сразу же вот в этом предложении, очень хорошее предложение, как оно звучит по-русски, и как же всё-таки грамотнее было бы сказать по-английски. Сегодня вечером обстоятельства, да, вот это времени, мы его поставим с вами в английском предложении в конец предложения. И начнём с подлежащего и сказуемого. Мы с друзьями идём, собираемся в ресторан сегодня вечером. Друзья со мной. My friends and I are going to go to the restaurant this evening. Всё так. А если мы убираем этот going to go? Are going. My friends and I are going to the restaurant this evening. А ещё кушать не дома, выходить куда-то для того, чтобы пообедать или поужинать. У нас есть хорошее выражение go out. Go out. Мы можем сказать my friends and I are going out tonight. И не забывайте форму не только this evening, да, у нас ещё есть фраза tonight. Тоже очень хорошая фраза для того, чтобы выразить слово вечер. То есть если меня куда-то приглашают go out, я должна понимать, что мы там будем есть. Не обязательно. Не обязательно. Но раз речь идёт, например, про ресторан, я поэтому вспомнила аналог и решила предложить, чтобы вы тоже знали и понимали, что ещё существует, как можно по-другому сказать, покушать не дома. To go out. Можно добавить. To go out for dinner. We are going out for dinner tonight. Дина, напомню, это... Это ужин. Вспоминаем. Breakfast. Завтрак. Ланч. Обед. Динер. Ужин. А supper – это лёгкий ужин. Например, кефирчик. От которого лучше отказаться. От которого стоит отказаться всем, кто следует healthy lifestyle. Отлично. А я всё же хочу как-то отойти от глагола go, потому что мы его у вас здесь уже насклоняли всяко-всяко. И какое-то другое предложение взять. Но все выходные куда-то идут. Почему бы не провести, например, время выходные, пикник с друзьями? To have a picnic with friends. К примеру. My friends and I are having picnic on Sunday. For example, right? То есть мы с друзьями собираемся на пикник в воскресенье. А, например, Ольга захочет провести время с семьёй. Spend time with family. Так, на языке I'm going... Не знаю, откуда. I'm spending. Такая лёгкая фраза для того, чтобы всё выразить. Она хороша сама по себе, и она очень многое заменяет людям. Я сейчас тоже понимаю, что, наверное, чаще всего пользуешься ей. I'm spending... Что? This Sunday with my family. I'm spending time with my family. А если я скажу, что вот в настоящем времени, в эту субботу, я провожу время с семьёй... I spend time with my family this Saturday. Это значит по расписанию, чётко запланировано, в какое время. Вот как самолёты вылетают, автобусы выезжают с автостанции. А если я сказала вот this Saturday, это подразумевает, что и эту, и всё равно, и во все остальные? Нет, что вот у вас очень чёткий план, прям эту субботу провести со своей семьёй. У вас это не просто предположение на ближайшее будущее, а именно запланировано, даже чёткое время вы продумали, когда это будет, во сколько это будет происходить. То есть это ещё хуже, чем будущее время? Ну, это не хуже, это просто ещё одна форма выражения будущего времени. Например, I go to the dentist on Friday, например. I go to the dentist on Friday at five o'clock. Всё, я чётко запланировала, в пять вечера, в пятницу я иду. Записалась через эту электронную регистрацию. Да, то есть всё, чёткое время. Это называется в английском языке appointment. Назначена встреча, назначен приём в данной ситуации. Appointment. Appointment. А у меня ещё вот такой тоже момент, отступление немного от темы. А уикенд, это он когда вообще начинается? С утра, суббота? С конца пятницы. С конца пятницы всё же. Это когда с работы уходишь. Вторая половина пятницы, ну... То есть, по сути, в русском языке на самом деле нет, получается, аналога. То есть мы же называем выходными только субботу и воскресенье. Но сейчас к нам в речь и в наш язык так много попало англоязычных заимствований, что уже уикенд, мне кажется, совершенно спокойно всеми воспринимается. Ну, то есть, в принципе, я могу использовать, например, он Friday evening, то есть это тоже у меня уикенд будет. Если брать и переводить уикенд, это вторая половина пятницы, суббота и воскресенье. А как принято за рубежом проводить уикенд, в частности, вот в Великобритании, про который вы можете нам рассказать? Вообще, как вы проводили там уикенды? Я уезжала в Лондон, честно говоря. А в Лондоне, наверное, скучно в субботу и воскресенье? В Лондоне все go clubbing, и там очень шумно, я не ожидала, честно говоря. Там было очень шумно. Я приехала вечером в пятницу, получается, да, и искала свою гостиницу. То есть я знала заранее, что я буду уезжать. Вот в последнюю пятницу после окончания своего учебного курса я знала, что я поеду в Лондон на выходные, суббота и воскресенье, я буду там. И я уже из России бронировала себе гостиницу, и вот я ее искала по приезду туда. Шумные улицы, веселые люди, clubbing outside, то есть они не находятся в кафе, например, или в пабе, а они прямо на улице, у них тусовка идет, clubbing. So it's not boring at all, судя по всему. Very loud and very noisy, I must say. Просто вот то, что я видела в Германии, что происходит, особенно в воскресенье и в какие-то праздничные дни, действительно ничего, это как будто вот в Кирове во время эстафеты на Октябрьском проспекте. Тишина, никого нет, какие-то одинокие прохожие, которые по какой-то очень сильной нужде вышли из дома. Та же самая ситуация была у меня, когда я приехала, я два раза была в Англии, и первый раз я приехала утром рано, ориентировочно, наверное, в восемь часов, но это было в воскресенье. Пустой город. Я не знаю... Empty streets? Я не знаю, где посмотреть название улиц, потому что мы привыкли, название улиц у нас где? Вверху на доме, у них внизу на доме. То есть это вот такая культурная особенность. А для чего это? Есть какое-то логическое объяснение? Просто вот ты идёшь и смотришь. На уровне глаз, наверное, они считают легче глаза опустить, чем глаза поднять и прочитать. Там же должен мешать зонт. Ну, в тот момент дождя не было, было всё прекрасно. Вот, кстати, наверное, по этой причине. Они вешают табличку внизу. В общем, слава богу, я с горем пополам разобралась, где эти улицы, где номера домов. Тишина, пустота. Но это ладно, хоть солнце светит, и какое-то начало дня есть шанс, что вот-вот люди появятся. Второй раз я приехала вечером. Это было, наверное, пять или шесть вечера. Вот это было жутко, потому что тишина на улице, никого нет в автобусе. Я одна еду с автостанции до какой-то там непонятной остановки. И выходя, мне примерно сказали, где я должна выйти. И я понимаю, что написано cemetery, кладбище. Я понимаю, что мне куда-то в ту сторону надо идти, а там темно, пусто, и никого вокруг. И я не понимаю, туда мне или не туда, в какую сторону двигаться. Соответственно, я уже просто иду и пытаюсь понять то ли направление, и вижу за собой свет фар. Просто, знаете, как в фильмах американских. Стоп! Слава богу, это был эмбюленс, скорая помощь. И вот этот medical service, да, вот он мне помог очень, он меня довез буквально до дома. Там очень все было хитро, какие-то вот эти вот переулочки. Я бы вряд ли сама добралась и смогла бы найти ход. Вот, ну вот это к тому, что English man's house is his castle. Да, то есть вот они дома, как в крепости. Они проводят вечера дома. Их нет на улице. Вот к слову, а castle? А принято вообще? Вот у нас мы же как шел-шел, ага, прохожу мимо Олиного дома, дай загляну. Нет, это вообще не принято. Они, если встречаются, то они встречаются в кафе, они поздравляют друг друга с праздниками в кафе. Я попала там на Mother's Day и могла видеть, как семьи выводят своих мамочек пожилых в кафе, они завтракают. Это был настоящий English breakfast, целая семья, но они не дома. Они реально вот выходят куда-то для того, чтобы встретиться. То есть есть пойти в гости такой целой культуры? Не принято, совсем не принято. И выражение пойти в гости? Как мне вообще пригласить Олю в гости? Оля, will you что? Come up to my place tonight. Все на тебя смотрят сразу, куда? Где это твой place? Никого нет, никто никому не ходит. У них нет такого понятия, как соседи вот пришли из соседнего дома. И я видела, как детям, вот во второй семье маленькие дети, к ним забежала соседняя девочка. И она буквально там 10-15 минут задержалась, и там уже мама под каким-то предлогом ее попыталась выдворить. То есть нет. Они что-то скрывают или предпочитают просто go outside? Если куда-то идти на вечер или встреча какая-то, то это паб. Потому что они сидят по пятницам в пабах до 11 часов. Все остальное закрыто. Ни один магазин не работает. Все работает до 6 часов. И все, закрывается. Ну, продуктовые работают чуть дольше, до 9. Пабы работают до 11. То есть в вашем случае, Оля, let's go to the pub. Let's go to the pub. Больше некуда. А в гости этого нет, такого нет понятия. В первую семью я привезла, еще зная и читая, да, то есть мы изучали, что там family table, семейные ужины, семейные обеды, да. Я привезла очень красивую скатерть, льняную, самодельную нашу, вятскую. С русским духом. Да, я хотела передать именно вот этот handmade style, да, вот это вот natural cloth, да, естественные натуральные качества. Там нет стола. В доме нет стола. В доме барная стойка, где они кушают. И я поняла, что, ну, моя скатерть не удел, собственно говоря. А так получается, что даже нельзя пойти visit my grandma, потому что она скажет, ну, что ты, видимо. Let's go to the cafe. Да, или buffet style restaurant. Это Америка. Buffet style restaurant, это Америка. Они там в пабах все. Они там все в пабах сидят. Да, да, да. Ну, внученька в паб это вряд ли. Там, наверное, не пустят. Там, наверное, и не пустят, но... Я не знаю, вводят ли они вот так вот, чтобы, как у нас, родители оставили внуков на выходные. У них семья — это мама, папа и дети. Все остальное — это родственники, relatives. То есть там нет таких уж очень сильно близких взаимоотношений. Вот если у меня семья и у моей сестры семья, у вас своя семья, у меня своя семья. So sad. Давайте будем разговаривать по телефону, общаться, высказывать все свои проблемы, как это делала моя холст-женщина, которая принимала. То есть они по телефону общались, но они не приходят друг к другу. Присылайте нам открытки, а мы свой уикенд будем сами как-то проводить. И вот это ощущение было, реальное ощущение, что я там... Ну, то есть меня терпят. Терпят, потому что, ну, вот условия программы, да, вот я приехала, меня должны поселить, накормить. То есть все вежливо, крайне тактично, спокойно. Но меня терпели. Меня терпели, никто со мной не хотел, искренне вот не интересовался. Стандартные вопросы. Hello, how was your day? Все. Ну, у нас осталось буквально несколько минут. Я думаю, мы успеем сейчас тогда воспользоваться темы-навыками, что мы приобрели. И расскажем, как проведем свои выходные. Оля, will you begin? What are you going to do this weekend? Опять going to do. What are you doing this weekend? Я вот сейчас повисла пауза, потому что я выискиваю тут материалы к нашей программе, что-то без go. И я ничего не вижу. Давайте, listen to music. Sunbathe. А вдруг у нас солнце выглядит и мы позагораем? This weekend, this пятница, this Friday, I'm going to listen to music. My friend and I are visiting органный зал. Орган-хол. Орган-хол. Хол с органами? My friend and I are visiting орган-консерт-хол. Там будет звучать скрипка. We are listening to violin. We are listening to violin. Красивый звучит, кстати. Пойдем с нами. Let's go with us. Окей. And Darya. Вора. О, все. Вора, вора. Это все влияние американской музыки, которую вот наслушаешься, а потом она у тебя уже прям вот все эти слова. И не можешь вот чисто на классическом английском разговаривать. Давай. Try. What are you doing this weekend? As for me, что касается меня, my friend and I are visiting theater. There will be a new performance. And on Sunday evening, we are going to pub. There's no pubs in Kirov. But still. But still. Все-таки органный зал – это орган-хол. Орган-хол, орган-мьюзик-хол, можно так. А как, Наталья, будет досуг по-английски, если они говорят так? Past time. To have past time. Что ж, тогда мы желаем нашим радиослушателям... To have nice past time for this weekend. And do you listen to us? See you. Bye. Это была программа Lingophone на 101FM. Слушайте нас каждый четверг в 14 часов в субботу в 11. В студии работала Дарья Тепузлива, Ольга Болезина и преподаватель английского языка, директор лингвистического инновационного центра образования Наталья Гончарова. До встречи. See you. Субтитры создавал DimaTorzok